По данным Росстата, с января по мае 2023 года в России на свет появились более полумиллиона детей. Но все же меньше, чем за тот же период прошлого года, который стал худшим для страны по уровню рождаемости более чем за 20 лет. Относительный уровень рождаемости на одну тысячу человек составил 8,5 детей. Ниже этот показатель был только в 1999 году. Подробнее о демографической ситуации и лучшем возрасте для деторождения в нашем сюжете. Как известно, к основополагающим показателям демографической ситуации относятся прежде всего данные о численности и составе населения, число родившихся и умерших, браков и разводов, численности прибывших в страну и выбывших из нее. В Тверской области работает множество мер социальной поддержки граждан, благоприятно влияющих на демографическую ситуацию. Это льготы для многодетных семей, выплаты и пенсии. Однако демографические тренды, к сожалению, говорят о том, что этого, видимо, недостаточно. Так что же имеет решающее влияние на решение обзавестись ребенком? Молодые семьи, готовые к рождению детей, в первую очередь хотят иметь достойный уровень жизни, включающий в себя хорошее образование, качественные медуслуги, перспективную карьеру, комфортное жилье, условия для поддержания здорового образа жизни и проведения досуга. А для получения всего этого требуются годы работы. Возможно, по этой причине в 2023 году все больше женщин впервые становятся мамами после 40, 50 и даже 60 лет. Как говорится, при современных медицинских технологиях годы не помеха. Но так ли это хорошо? Самый оптимальный возраст для деторождения первого ребенка считается 25-28 лет. С возрастом далее, повторные роды, 28-34 года, чем женщина старше, ее репродуктивные функции начинают немного гасать, они изнашиваются. А вот соматика начинает развиваться. Поэтому чем старше женщина, тем риск рождения детей с внутренней какой-то рожденной патологией возрастает. Как видим, несмотря на развитую медицину в нашей стране, специалисты все же считают, что роды в молодом возрасте безопаснее как для мамы, так и для малыша. Однако Всемирная организация здравоохранения определяет репродуктивный возраст до 49 лет. В некоторых странах мира абсолютная норма начинает задумываться о рождении детей ни много ни мало аж после 35. На первом месте в этом рейтинге Италия. Они начинают где-то после 35 и среднего возраста рожение с где-то 42 лет. Это обусловлено финансово, потому что у них очень небольшие зарплаты в начале их карьеры. И они стремятся к тому, чтобы заработать деньги. У них бесплатная консультация гинеколога где-то раз в два года. Дальше ты должен это все оплачивать сам. Такая статистика обусловлена уровнем жизни, к которому стремятся итальянцы. Медицинские условия многих стран не позволяют рожать подходящее по возрасту время. Однако, невзирая на то, что в России уровень медицины в целом достойный, так называемых старородящих женщин по-прежнему много. В чем же причина отложенного деторождения? Мы решили узнать, что об этом думают величане. Как вы считаете, какой возраст оптимальный для деторождения? Я думаю, лет 25. А почему? Ну, тому же, мне кажется, наверное, ума побольше. Ну, не знаю, наверное, с 22 до 40. А почему? Ну, сам здоровый организм у женщины. Сейчас возраст вообще увеличился, поэтому... Ну, как женщина сама чувствует, наверное, так и можно. Мне кажется, никогда не поздно. Главное желание, чтобы было. Около 25, можно так сказать. Возраст молодой, организм лучше действует. Жители Твери в целом солидарны с медиками. Отрадно, что в нашем регионе растет число многодетных семей, а значит, демографическая ситуация идет на поправку, что не может не радовать. Продолжение следует... Продолжение следует...